Русский исторический канал 365 дней ТВ представляет программу «Российская летопись». Сегодня 4 февраля. В этот день в истории нашего Отечества. В 1831 году родился Николай Лесков, писатель. В 1838 родился Александр Веселовский, историк литературы, профессор Петербургского университета, академик. В 1872 в Петербурге состоялась премьера оперы Александра Доргомышского «Каменный гость». В 1893 родился Михаил Тухачевский, военный деятель, маршал Советского Союза. В 1902 родился Василий Шатилов, военачальник, герой Советского Союза. В 1906 родилась Агния Барто, писательница, автор стихотворных произведений для детей. В 1935-м пущен первый испытательный поезд московского метрополитена. В 1944-м Ивану Кожедубу, летчику Ассу Красной Армии, присвоено первое звание Героя Советского Союза. В 1945-м открылась Крымская Ялтинская конференция. 4 февраля 1717 года сподвижники Петра I издали свод правил хорошего тона – юности, честное зерцало или показания к житейскому обхождению. «Оградя Отечество безопасностью от неприятеля, надлежит стараться находить славу государства через искусство и науки», – провозгласил Петр I и начал проводить обширные, радикальные и разносторонние реформы в этой области. Воспитание и образование молодых людей рассматривалось как дело государственной важности наравне со всеми реформами Петра Великого. Книга состоит из двух отдельных частей. Первая часть представляла собой небольшой учебник. Там помещены азбука, таблицы слогов, цифр и чисел, а также норовоучения из Священного Писания. Ее можно считать одним из первых пособий по обучению гражданскому шрифту и арабскому написанию цифр, введенными указом Петра I в 1708 году вместо прежнего церковно-славянского обозначения. Вторая часть – это, собственно, зерцало, так называли в старину норовоучительные сочинения. Туда вошли отрывки из самых разных западноевропейских изданий подобного содержания, дополненных лично Петром. В результате этой компиляции получилось сочинение, которое регламентировало практически все аспекты общественной жизни – от правил поведения за столом до государственной службы. Юному дворянину рекомендовалось учиться в первую очередь иностранным языкам, верховой езде, танцам и фехтованию. Добродетелями девушки признавались смирение, почтение к родителям, трудолюбие и молчаливость. Юности «Честная зерцала» стала первым в России учебником этикета. Сила его воздействия на младые умы была чрезвычайно большой, и эта книга имела огромную читательскую аудиторию. Она переиздавалась вплоть до конца XIX века, вызвав множество подражаний. Кроме того, юности «Честная зерцала» было первой русской книгой, предназначенной специально для детей. До нее дети имели возможность читать то же, что и взрослые – псалтырь, Евангелие и тому подобное. 4 февраля 1872 года в Петербурге в Мариинском театре состоялась премьера оперы «Каменный гость» Александра Доргомышского. Дирижировал Эдуард Направник. Опера «В трех действиях» написана на текст одноименной трагедии Александра Пушкина. Закончена Цезарем Кьюи, инструментована Николаем Римским-Корсаковым. Идея оперы возникла у Доргомышского в 1863 году. В одном из своих писем того времени он рассказывал. Композитор был увлечен работой, но из-за болезни сердца он не сумел дописать ее до конца. В январе 1869-го он скончался. Предвидя свою близкую кончину, Александр Сергеевич выразил желание, чтобы «Каменный гость» был окончен Кьюи и инструментован Римским-Корсаковым. Он также пожелал, чтобы затем опера эта была представлена в Санкт-Петербургскую театральную дирекцию для постановки на сцену. Однако дирекция отказалась приобрести за назначенную Доргомышским цену – 3000 рублей. Поэтому опера увидела свет лишь благодаря заботам Кьюи и Владимира Стасова, музыкального критика. Посредством печати они обратили на нее внимание общества. На собранные деньги опера была выкуплена и подарена русскому театру. «Каменный гость» стал вехой в истории русской музыки. Доргомышский поставил в ней задачу создания реалистического музыкального языка, отражающего речевые интонации. Композитор отказался здесь от традиционных оперных форм – арии, ансамбля, хора. 4 февраля 1905 года недалеко от Никольских ворот Кремля 27-летний эсэр Каляев, переодетый для маскировки в крестьянское платье, бросил бомбу в карету великого князя Сергея Александровича Романова. Карету и самого князя разорвало на части. Кучер Андрей Рудинкин получил тяжелые ранения и через три дня скончался. Оглушенного террориста схватили на месте. Как писал он впоследствии, «Вся поддевка моя была истыкана кусками дерева, висели клочья, и она вся обгорела. С лица обильно лилась кровь, и я понял, что мне не уйти, хотя было несколько долгих мгновений, когда никого не было вокруг». Иван Каляев, он же Осип Коваль, он же поэт, он же Янок, родился в Варшаве в 1877 году. Оказавшись в 1903 в Женеве, он вступил в боевую организацию эсэров. Именно эта организация вынесла смертный приговор дяде императора Николая II великому князю Сергея Александровичу, московскому генерал-губернатору. В день убийства великого князя его жена Елизавета Федоровна находилась в Николаевском дворце. Услышав взрыв, она бросилась на место трагедии, помогая собирать останки своего мужа на носилки. Великого князя погребли в храме-усыпальнице, устроенном под Алексеевским собором чудово монастыря. В 1908 году на месте гибели Сергея Александровича в Кремле был освящен и открыт памятник-крест, выполненный по проекту Виктора Васнецова. Однако уже через 10 лет этот памятник снесли, впоследствии был разрушен и чудов монастырь. В 1995 году усыпальницу Сергея Александровича случайно обнаружили при раскопках в Кремле, после чего его останки перенесены в Новоспасский монастырь. 4 февраля 1893 года родился Михаил Тухачевский, военачальник, маршал Советского Союза. Его отец был потомственным дворянином, мать крестьянкой. Михаил Николаевич окончил Александровское военное училище. В 1914 в звании подпоручика Семеновского полка он сражался на фронтах Первой мировой войны. Генерал Александр Тодорский писал, «Я не помню, чтобы встречал за всю жизнь еще кого-нибудь, кто подобно Тухачевскому за полгода получил пять боевых наград. Среди них орден Анны 4-й степени с надписью «За храбрость» и орден Святого Владимира». В начале 1915-го Тухачевский попал в плен. Из Баварской крепости для неисправимых беглецов Ингольштадт в октябре 1917 года ему удалось сбежать с пятой попытки. После возвращения в Россию Михаил Николаевич был произведен в капитаны Семеновского полка. В этом же звании он был демобилизован. Тухачевский принял Октябрьскую революцию. Более того, в 1918-м вступил в Красную армию, стал членом РКПБ. В годы Гражданской войны был командующий Кавказским фронтом, где он нанес окончательное поражение войскам Деникина. Тухачевский принимал активное участие и в подавлении восстаний против советской власти внутри страны. В марте 1921-го он командовал 7-й армией, направленной на подавление восстаний гарнизона Кронштадта. А в мае-июне того же года участвовал в подавлении восстаний тамбовских крестьян. После Гражданской войны Тухачевский стал начальником военной академии, затем, по рекомендации Фрунзе, начальником штаба рабоче-крестьянской Красной армии. Тухачевский и дальше успешно продвигался по служебной лестнице. Маршал Жуков говорил, В Тухачевском чувствовался гигант военной мысли, звезда первой величины в плеяде выдающихся военачальников Красной армии. В 1937-м Тухачевского арестовали по прямому указанию Сталина. Маршала Советского Союза Тухачевского обвиняли в шпионаже, измене Родине и подготовке террористических актов. И вместе с ним обвинялись еще несколько командармов. Закрытое заседание по делу специального судебного присутствия Верховного суда СССР заняло всего один день. 11 июня 1937 года. Все обвиняемые были признаны виновными и расстреляны немедленно по вынесении приговора. Но этим показательным процессом дело не закончилось. Сразу после суда над Тухачевским были арестованы как участники заговора 980 командиров и политработников. Среди них было 29 комбригов, 37 комдивов, 21 комкор, 16 полковых, 17 бригадных и 7 дивизионных комиссаров. 4 февраля 1945 года открылась Крымская Ялтинская конференция глав правительств трехсоюзных держав антигитлеровской коалиции во Второй мировой войне. После открытия Второго фронта в Европе военные действия армии СССР, США и Великобритании стали более согласованными. Однако для скорейшего окончания войны с фашистской Германией руководителям трехсоюзных держав необходимо было договориться о еще большей степени координации в военной области. Впрочем, у них накопилось немало и других вопросов, которые требовали своего разрешения. Вот почему президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль приняли приглашение Сталина провести конференцию Большой Тройки в Ялте. Все решения Ялтинской конференции в целом касались двух проблем. Во-первых, требовалось провести новые государственные границы на территории, еще недавно оккупированной Третьим Рейхом. Одновременно нужно было установить неофициальные, но общепризнанные всеми сторонами демаркационные линии между сферами влияния союзников, дело которое было начато еще в Тегеране в конце 1943 года. Во-вторых, союзники прекрасно понимали, что после исчезновения общего врага вынужденное объединение Запада и Советского Союза потеряет всяческий смысл, а поэтому следовало создать процедуры, гарантирующие неизменность проведенных на карте мира разграничительных линий. В качестве системы коллективной безопасности было решено создать организацию объединенных наций. Были определены основные принципы ее устава. Кроме того, с целью скорейшего завершения Второй мировой войны было достигнуто соглашение по Дальнему Востоку, предусматривающее вступление СССР в войну с Японией. В Каменюке конференции было зафиксировано стремление союзных держав сохранить и усилить в предстоящий мирный период то единство целей и действий, которое сделало в современной войне победу возможной и несомненной для объединенных наций. К сожалению, единство целей и действий союзных держав в послевоенный период достичь не удалось. Мир вступил в эпоху Холодной войны. Российская летопись – это история нашего Отечества. Смотрите каждый день на телеканале 365 дней ТВ.